А перед началом нового видео хочу порекомендовать канал Фермер Егор. Там есть множество смешных видео. Например, Николай Басков слушает трек Моргенштерна. Очень веселое и душевное видео. А также такие видео, как авария на ЧС. Там будет все рассказано вкратце и подробно по аварии на ЧС. Также множество интересных видео по спецтехнике. Смешные видео из ТикТок. Вот, снимает игры по Майнкрафту, World of Tanks. А также фарминг симулятор 2018 и многое другое вы найдете на этом канале. Ссылка будет в описании. А я перехожу к новому видео. Всем привет! И это новое видео. И сегодня будет обзор нового симулятора фермы на телефоны. Это Farming Pro 3. В первые две части этой игры я играл. Первая часть мне как-то не очень понравилась. Вторая уже лучше. Я в нее даже какое-то время играл, но потом удалил. И где-то полтора месяца назад примерно, может меньше, вышла третья часть этой игры. И сегодня будет на нее обзор. Итак, приступим. Вот мы видим менюшку. Есть ежедневное задание. Магазин. В магазине там за донат накручивать бриллианты и денежки. Так, давайте зайдем в настройки. Здесь графика выставляется, естественно. Управление. Чувствительность. И все остальное. Все можем прочитать. Все видно. Давайте поставим графику на низкую. Учебник мы отключим. Итак, все понятно. Можно поменять язык. Вот здесь есть много языков. В том числе и русский. Так, нам дается вначале 10 тысяч монеток и 10 бриллиантов. Итак, давайте выбираем один игрок. И начинаем. Вот такая тут у нас загрузка. Так, давайте сразу звук убавлю сейчас. А то вдруг техника будет громко работать. Проблема с этой игрой то же самое, что и фарминг симуляторов 2020. Так. Какие-то курицы тут у нас сразу появились. Раз симулятор фермы. Так, тут какие-то цены на пшеницу. Поднялись где-то. Пустились наоборот. Погода. Все подробно показывается. Так. Вот мы появляемся на такой ферме. Как видите. Поначалу все прогружается. И все жутко богат. Оптимизация у этой игры тоже плохая. Ну, забыл еще сказать. Ссылка на эту игру в плей маркете будет в описании. Весит она около 50 мегабайтов. Она оплатна. Стоит 467 рублей. Я скачал взломку и не пожалел. Потому что сами видите почему. Если бы я заплатил деньги. То было бы не очень все хорошо. Так, вот у нас есть джойстик управления. Можно ходить. Вот, вращать камеру. Давайте посмотрим карту. Так, вот у нас здесь все подробно расписано. Условное обозначение на карте. Вот, можно все это включать. Фильтры разные. Итак, давайте посмотрим карту. Но она больше, чем фарминг симулятор 2020. Вот. Ну, не знаю. Может и такая же. Но, по-моему, здесь как-то разнообразнее. Можно настраивать путь. Выставляешь стрелку и все нормально. Можно ехать. Так, все. Давайте выйдем из карты. Так, есть магазин. Тоже задано деньги. Единственное, что в этой игре мне очень понравилось. Это вот дороги. Можно выходить из трактора. Вот есть. Такие обычно дороги. Очень реалистично. Также в этой игре можно заниматься лесом. Вот есть бензопила. Вот. Такая вот бензопила. Можем пилить деревья. Ну, их нужно, как я понял, выращивать или выкупать участок. Так, давайте сядем в какой-нибудь транспорт. Вот у нас тут комбайн. Такой вот. Модельки вроде бы нормально проделаны. Так, это что такое? Пользовательская настройка. Так, комбайн можно продать. Тут вся инфа по нему. Можно менять скины. Вот. Вот у нас такой вот военный. Ну, в общем, много разных скинов. Прямка в CS GO. Можно вращать камеру вот так вот. В общем, прикольно. Давайте уже залезем в этот комбайн. Так, вот у нас можно выйти, поменять транспорт. Давайте подъедем к жатке. Так, все есть. Причем, когда мы поворачиваем. Сейчас покажу. Включается поворотник. Вот, смотрите. Поворачиваем налево, включается поворотник. Направо тоже. Вот так вот можно отцепить. Ну, естественно, включить агрегат. Здесь у нас кукуруза растет. Так, вот так вот это все убирается. Сверху показывается уровень заполнения. Уровень бензина. В баке, так как он быстро едет. Можно менять вид от первого лица. Ну, тут у нас руки у водителя. Так вот можем посмотреть. Ну, так-то неплохо все проделано. Нормально. Так, можем поменять транспорт. А, то я сейчас не поменял, а сбросил его. Так, чтобы поменять транспорт. Вот снизу это меняется. Есть у нас еще такой трактор. Кстати, как фарминг 13. Вот значки здесь. Здесь, как понимаю, шерсть давать. Ткацкая здесь типа. Так, здесь элеваторы стоят. Вот есть прицеп. Здесь брать семена. Ну, в общем, все понятно. То игра фарминг на ПК. Сложностей никаких не возникнет. АТС возникнет. То есть обучающий учебник. Вот выглядело здесь. Так, давайте выйдем. Вот здесь у нас наш дом. Здесь можно сохраняться, смотреть новости. Так, это деньги в кредит брать, что ли? А, здесь просто рейтинг и все. Вот такой вот домик. Так, как-то быстро наступила ночь. Ну, вот здесь есть множество всего на ферме. Можно ходить долго. Ну, вы потом это можете сами посмотреть, когда будет игра. Естественно, всю карту объезжать не буду. Видео очень длинное получится. Так, давайте уже посмотрим, что у нас есть в гараже. Это можно продать. Вот и транспортное средство и цеплялки всякие эти. Так, магазин. Давайте в магазин предметов зайдем. Вот кто не знает, как заходить в магазин, я не сразу разобрался. Видите, сверху надпись магазин. Здесь есть магазин монет, вот как я говорил, за донат. И магазин предметов. Давайте посмотрим трактора, конечно, не как в арминг-симуляторе 2020, но зато здесь у них можно менять скины. Вот такие у них цены. Всего 5 тракторов. Так, есть дополнение. Здесь их много. Культиваторы. Косилки. Это вот траву косить селки. Сейчас я быстренько по всем пробегусь. Пресс-подборщик. Все на ворошилке. Грузовые платформы. Вот все есть. Ну вот другое здесь тоже. Опрыск и вилки всякие. Конвейерные ленты. Итак, давайте идем к комбайну. Комбайну здесь тоже 4. Вот, смотрите, их цены. Есть название у каждого. Так, дальше понятно, все жатки. Вот кукурузу, пшеницу. С разной длиной. Так, транспорт. Вот здесь уже интереснее. Молочные баки. Прицепы для скота. То есть можно заниматься животноводством. Прицепы для товаров. Вот для фуруей. Значит, где-то должен быть грузовик. Зерновые прицепы. Топливные баки. И транспортные средства. Средства, вернее. Вот, есть грузовик и пикап. И древесина, вот что я и говорил. Есть прицеп. И два специальных агрегата. Один пилит, другой перевозит. Стоит он неестественно дорого. Вот это вот весь транспорт в игре. Так, кстати, сколько? 145 тысяч стоит пикапа. У нас только 10. Так что вот я ничего не вижу здесь. Плохо видно. Освещения-то нету. Вот, можно заниматься животными. Вот здесь молоко. Навоз. Триггеры стоят. Можно. Вот. Можно зайти, купить, продать. Все подробно расписано. Вот такая вот ферма. Давайте еще, кстати, по карте посмотрим, что здесь есть. Амбар, курятник, навесы, конюшня. Кормовой контейнер. Разные контейнеры здесь. Торговец с котом. Торговец с транспортными средствами. Торговец с товарами. Торговец с травой. Как бы странно ни звучало. Торговец с пилорамой. Заправочная станция. Так, ну тут идут все поля. И техника. Ну и где я нахожусь. Так, очень много здесь чего есть. Конечно, здесь по ходу дела понасыщеннее, чем FAS 2020. Но меньше техники здесь. И такая же оптимизация. Так что вот ссылка на игру в плеймаркете будет в описании. По игре я все подробно рассказал. Вот тут вот поля, кстати, можно покупать. Заходим в триггер. Стоит 47 с половиной тысяч. И отменить выбор. Вот я вам все рассказал. Так что у кого не будет лагать, скачивайте или покупайте. У кого не будет лагать, пишите в комментариях. Ну у меня видите, все лагает на низкой графике. Что ж, всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, чтобы вам приходили уведомления, когда мне выходит новое видео. Ставьте колокольчик. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok